В общем, привет! Кто меня не знает, я Артём Третьяк. Я участвовал в... Ну, мы делали в предыдущей конференции Одесса-Бжерсу и примерно два года назад я переехал в США. Я сейчас живу в Калифорнии и вообще много народу задает разные вопросы по поводу как переезда, как здесь жить и так далее. Я по поводу всего этого расскажу. Но вначале я хочу развенчать некоторые мифы, потому что мне часто пишут в последнее время и основной смысл этого доклада не в том, чтобы рассказать, как в Штатах хорошо и уговаривать вас переезжать. Это личное дело каждого. Хотите вы уезжать из Украины или нет? Основной смысл для тех, кто просто интересуется, либо уже что-то для себя решил. И чтобы иметь общую информацию, я буду рассказывать о как переехать в Штаты, различные способы. И для тех, кто сомневается, либо для тех, кто просто интересуется, цены на жизнь и что нужно, как вообще здесь живется, какие-то основные нюансы по налогам и так далее. То есть смысл этого доклада не уговаривать вас переезжать. если кто-то хочет оставаться или... Дело не в том уезжать и отставаться, дело... Этот рассказ просто про США, абстрагируясь от какого-то либо перееха. Я надеюсь, это как бы понятно, потому что мне в последнее время по этому поводу писали, что... Ну, окей. Давайте начнем с того, каким образом переехать в США. И наиболее сейчас популярная тема это тема галер. Так называемые компании... Ну, кто такие галеры, для тех, кто не в курсе. Это компании, которые перевозят сотрудников из стран СНГ, ну и других стран в Штаты и заставляют работать на себя. Основное... Вот по поводу галеры, как это все начинается. Для того, чтобы понять, что такое галера и почему они заставляют работать на себя, нужно сначала поговорить о визах. Вообще, основных типов виз три. Ну, то есть их немного больше. Есть еще виза для суперталантливых людей и прочее, но я не буду про это рассказывать. Давайте начнем про стандартные визы, которые есть в Штаты, как переехать. Первая виза наиболее популярная среди таких компаний, как E-PAM, Global Logic, LufthSoft и так далее. Эта виза называется L1. Виза L1 — это трансфер внутри компании. То есть, если у компании есть офис в США и у компании есть офис, в котором вы работаете, официально работаете, то через год после того, как вы проработали в этом офисе, компания может вас трансферить из одного офиса в другой. То есть, вы проработали, к примеру, год в офисе в, допустим, E-PAM в Украине, и через год без каких-то либо проблем, без каких-то либо лотерей и прочего компания просто вас перевозит в США. И есть такой негласный договор среди компаний и сотрудников. Чтобы про него рассказать, нужно сначала рассказать, в чем фишка визы L1. Фишка визы L1 начнем с минусов. Ты не можешь сменить работу, пока ты работаешь по визе L1. То есть, ты переезжаешь в E-PAM или в Global Logic или в BlueSoft или какую-либо другую галерную компанию в США по визе L1. Тебя устраивают на какому-либо клиенту. Ты часто работаешь онсайд непосредственно у клиента, но зарплата у тебя все равно продолжает платить E-PAM, Global Logic и так далее. Ты привязан к E-PAM, Global Logic, в общем, я буду называть это галерной компанией. Ты привязан к галерной компании и ты не можешь сменить работу. Если ты по какой-то причине увольняешься либо тебя увольняют, твоя виза отменяется и ты возвращаешься в Украину. В связи с этим есть, так как ты не можешь сменить работу, так как ты привязан к этой компании и у них фактически нет никакого страха тебя потерять, кроме того, что ты решишь вернуться обратно в Украину, зарплата в этих компаниях ниже рыночной. То есть она ниже примерно на 40%. 50%. И это часто всех отопугивает. Я сейчас расскажу некие подробности по этому поводу, чтобы просто иметь общую картину. Итак, начнем с минусов. Первый минус. Ты не можешь сменить работу, если ты работаешь по визе L1. Второй минус. У тебя зарплата меньше рыночной. На этом, в принципе, основные минусы заканчиваются. и мы поговорим о негласном договоре между компанией, галерной компанией и между сотрудниками. Иногда это говорится явно, но в основном это все более скрыто. Эти компании, они перевозят людей настолько часто, что процесс получения грин-карты, грин-карта это фактически ты практически гражданин, ты можешь неограниченное время оставаться в стране, ты можешь работать, менять работу и так далее. Ты следующий этап только получения гражданства. У них получение грин-карты поставлено на поток и договор состоит в том, что ты по визе L1 грибцом переезжаешь в США, работаешь там на протяжении четырех лет, пока тебе делают грин-карту и спустя четыре года эта компания, ты получаешь грин-карту и уходишь. Они фактически, зачем они перевозят сотрудников, когда ты переезжаешь, эти четыре года получают с тебя довольно-таки большие бенефиты из-за разницы в том, что платит клиент им и в том, что платят тебе, а ты получаешь ниже рыночной. Но твой бенефит в том, что ты гарантированно получаешь грин-карту, потому что весь процесс у них поставлен, это стандартный процесс у них. И через четыре года ты фактически уходишь либо на прямую клиенту, либо просто меняешь работу и уходишь уже на обычную зарплату. То есть это некая инвестиция в будущее, можно сказать. Есть еще такие вещи, которые часто не задумываются, в том, если есть супруг супруга, то есть муж-жена, то если ты переезжаешь по бизе L1, то супруг и супруга имеют право работать. То есть никаких ограничений ты можешь устроиться, если твой супруг айтишник или айтишница, она может устроиться работать тестером, может устроиться программистом, если нет, есть возможность даже в том же самом, работать в Starbucks или прочее, прочее, прочее. То есть здесь можно пойти на курсы, получить еще образование, в общем, никаких ограничений на работу нет. Вот. Это первая виза, про которую я говорю L1, и из-за того, что по визе L1 зарплата ниже, ну, то есть средняя зарплата, которую платят софтвером, сенеры софтвер-инженеры в штатах, это примерно в год получается 140 тысяч. Зарплаты, которые получает работник по L1, примерно в среднем они получают от 90 до 100 тысяч. То есть 90-95 тысяч это средняя зарплата, то есть фактически на 40-45 тысяч в год меньше. В связи с этим есть некоторые еще нюансы, что в некоторых городах, таких как Сан-Хосе, это в долине, есть правило, что если зарплата меньше 95 тысяч, то некоторые жилые комплексы тебе дают скидку на жилье, и ты получаешь некоторые еще бенефиты. Но по поводу цен на жилье и прочее я поговорю чуть позже. Хорошо. То есть в итоге ты переезжаешь, получаешь зарплату меньше рыночной 4 года, потом тебе гарантированно делают грин-карту, и ты уходишь на нормальную работу, и твой супруг супруга может работать. Это виза L1. Следующая виза это виза H1B, это стандартная рабочая виза в США. Давайте начнем с минусов, которые зависят, как бы будет интересно послушать, сравнить с предыдущими. минус виза виза не так просто получить. Чтобы получить визу H1B, компания должна находиться в Штатах, они начинают примерно зимой в районе Нового года собирать пакет документов связанных с тобой, и чтобы подать их к 1 апреля. Количество H1B виз лимитировано примерно 80 тысяч в год. Два года назад подающихся было 170 или 180 тысяч, то есть это шанс примерно 1 к 3 в среднем. То есть среди тех, кто подал визу, компания подала визу к 1 апреля, происходит в конце мая лотерея, и в частности 180 тысяч подающих, доступных виз 80 тысяч, и среди них разыгрывается, кто получил визу, а кто нет. Те, кто получает визу H1B, фактически получает возможность работать в США на протяжении 6 лет. И второй минус этой визы, кроме того, что ее сложно получить, то, что когда ты переезжаешь в штате по этой визе, твой супруг не может работать. То есть муж-жена не имеет никакой возможности работать, но все еще может учиться. Я расскажу вам следующий нюанс, как можно сделать, что супруг все-таки может работать, но основной смысл, что ее сложно получить, супруг не может работать. Какие же бенефиты, зачем получать визу H1B? Плюсы в том, что, основной практически плюс в том, что виза H1B не привязана к работодателю. То есть ты можешь переехать в штате по визе H1B и в тот же день уволиться. И у тебя будет две недели, чтобы найти нового работодателя, причем если две недели ты не нашел, ты выезжаешь из страны, но твоя виза не отменяется, ты можешь удаленно найти и вернуться. То есть никаких ограничений по работодателю нет. Ну, понятно, с человеческой точки зрения это не очень красиво прилететь в штаты и проработал там меньше года, компанию продали и он ушел в другую компанию работать в Сан-Франциско. То есть вообще ты можешь менять работу не ограничено ничем. И следующий тип визы это виза, которая называется F1. F1 виза это студенческая виза. Почему я говорю про то, что студенческая виза и про визы связанные с работой это то, что находясь по студенческой визе в США ты имеешь разрешение работать 20 часов в неделю. По поводу рейта это интересный вопрос, который непосредственно уговаривается с клиентом и ты можешь работать 20 часов в неделю там овертайм и прочее и получать свою зарплату. То есть как связана виза H1 виз F1 виза и студенческая виза в том, что твоя супруга или супруг приезжает с собой не имея возможности работать. Потом находясь в США можно пойти учиться и перевести свои как бы изменить свою визу с визы H4. То есть когда ты получаешь визу H1B, то есть супруг или супруга получает визу H4, по которой она не может работать. Потом можно пойти учиться и изменить визу с H4 на F1. И когда меняется виза на F1, то супруг или супруга получает возможность легально работать 20 часов в неделю. То есть это какие основные типы виз бывают? И давайте вот сейчас я немножко отстранюсь от цен, от виз и буквально пять минут технического разговора. Каким образом заинтересовать работодателя по разному типу виз, чтобы тебя перевезли в Штаты? По поводу виз L1 все достаточно просто. Когда ты устраиваешься в компанию, у нас у всех, я думаю, которые проработали несколько лет уже в индустрии, в LinkedIn в inbox постоянно сыпятся письма типа приходите к нам работать, приходите к нам работать. И когда ты устраиваешься на работу, ты можешь сразу сказать, что моя цель уехать в США, ну, к примеру, если есть такая цель. И компания может тебе гарантировать то, что через год или через два, как вы договоритесь, вы уезжаете в США. Минус еще виз L1 в том, что часто, когда ты работаешь, так как ты не имеешь фактической возможности выбирать, где ты будешь работать при переезде в США, а часто бывает так, что ты переезжаешь в США, не зная, в какой компании в итоге ты будешь работать, куда тебя галерная компания продаст. То ты можешь оказаться на совершенно невнятном проекте, без того, что ты можешь его сменить. Поэтому, фактически, какие-то как заинтересовать при визе L1, ну, это довольно-таки спорно, просто быть хорошим хорошим человеком. Я не знаю. По визе компания должна быть очень сильно заинтересована в том, чтобы тебя перевести, потому что, смотрите, они начинают заполнять документы зимой, чтобы подать документы к 1 апреля, потом, в конце мая, начало июня объявляется результат о том, можешь, получил ли ты в лотере или нет, и после этого, 1 октября, ты можешь заехать в страну. То есть, с момента, когда тебе подают визу, до момента, когда ты можешь въехать в США, проходит примерно 9 месяцев. То есть, компания должна быть действительно сильно в тебе заинтересована, чтобы это делать. Как часто практикуется, когда ты разговариваешь с компанией, и ты начинаешь работать на ней удаленно, и через какое-то время, то есть, и вы договариваетесь, окей, я сейчас работаю 9 месяцев удаленно, и в этот момент вы делаете мне H1V визу. И как заинтересовать компанию, чтобы они начали с тобой заморачиваться? Ну, все последние тренды, то, что я здесь вижу и что здесь интересует, ну, я не... Понятно, все эти фишки с React, которые здесь везде, фактически, ну, ну, не 90, я вру, но большинство компаний, которые присылают какие-то офферы, каким-то образом связаны с React. Последние тренды, которые наиболее интересны, это React Fiber, это новая версия, которая вот-вот выходит, сейчас она в альфе, и там почти все тесты уже проходят. Это новая архитектура, которая впиливается в React и позволяет делать всякие замечательные вещи, типа асинхронный рендер, когда мы... у нас есть разные приоритеты для рендера, и мы можем установить, что для этих компонентов более высокий приоритет, если даже рендерится более... компонент с низким приоритетом, и в этот момент каким-то образом происходит событие, которое заставляет отрендериться компонент с более высоким приоритетом, то компонент с более низким приоритетом рендер останавливается, и мы продолжаем рендерить основной компонент. Что это такое, вообще зачем это нужно? Есть такие вот примеры. Есть компоненты, которые находятся off-screen, то есть мы их не видим. И то, что они отрендерятся чуть-чуть попозже для пользователя фиолетового, и при помощи нового React Fiber, то есть с точки зрения API ничего не поменяется, и мы сможем юзать все так же, как и юзали. А с точки зрения, это добавляются новые опции. Но мы можем сказать, что окей, в приоритете рендерим то, что находится у пользователя на скрине, либо мы рендерим… То есть основная проблема была связана с Facebook чатом, в том, что бывают некоторые лаки, когда ты печатаешь сообщение, и в этот момент происходит рендер непосредственно самого чата. То есть там можно… Очень большие открытия. Ну, то есть improvement для usability. То есть когда… Мы должны быть находиться всегда впереди всех последних, там, H-технологий, там, GraphQL, новый React Fiber и так далее. Итак, хорошо. Вот мы отступили от BIS, и теперь давайте поговорим… А, еще такой нюанс по поводу собеседования в Штатах, сори, я вернусь, что здесь везде требуются алгоритмы. Здесь везде требуются алгоритмы. То есть это… При собеседовании в любую компанию тебе будут задавать вопрос по алгоритмам. Если это не какой-то стартап, стартапам часто все равно, им нужно просто вот набрать как можно быстрее кого угодно, чтобы что-нибудь на коленке напидали. И есть прекрасные книжки по алгоритму. Я потом затвичу стандартный, есть на английском, на русском языке, переводы. И всегда первый этап собеседования как происходит. Происходит примерно два телефонных собеседования. После этого либо тебя вызывают on-site, если ты можешь приехать. Если ты не можешь приехать, то идет следующее собеседование в каком-то коллаборитере и так далее. И первые несколько собеседований связаны с алгоритмом, и только потом переходят на непосредственные языки. Хорошо. Давайте… Вот техническое отступление закончено. Теперь давайте поговорим по поводу цен на жизнь. То есть, если ты в среднем получаешь после налогов примерно 6-6,5 тысяч в месяц зарплаты. Что получается по ценам на жилье? Однокомнатная квартира где-то в районе… То есть, самые мажоры живут в Сан-Франциско. Соответственно, цены в Сан-Франциско нереальны. То есть, однокомнатную квартиру можно снять где-то около 2800-2900 и так далее. В среднем цены в долине в том, что one bedroom… То есть, однокомнатная квартира – это одна спальня, зал и кухня. То есть, цены на жилье варьируются, начиная где-то от 1800 и заканчивая примерно… Ну, верхней границы нет, но в среднем одна двукомнатная квартира, начиная от 1800 и заканчивая примерно 2700. То есть, из тех 6000, которые вы получите в среднем… Некоторые могут получать больше, некоторые могут получать немножко меньше. Из тех 6000, которые вы получаете, примерно 2-2,5 тысячи у вас уходят на жилье. Ну, фактически, если ты не живешь в Сан-Франциско, то тебе нужна машина. А если у тебя есть супруг, то тебе нужно 2 машины. Здесь нереально пойти в магазин. Ну, то есть, ты не можешь… Окей, я схожу сейчас за хлебушком. То есть, я схожу за хлебушком, но мне нужно проехать 8 километров. Окей. То есть, здесь настолько огромные расстояния между всем, что машина – это не удобство, машина – это обязательство. То есть, ты должен иметь машину… То есть, когда ты рассчитываешь, сколько у тебя будет уходить денег в месяц на что-то, ты рассчитываешь на то, что еще примерно за одну машину можно выплачивать в среднем 300-350 долларов в месяц, если ты берешь, чтобы из-за машины в кредит. То есть, 2000-2500 на жилье, плюс 300-350 в месяц на машину. Можно купить старую убитую машину, но я говорю про то, что если мы берем новую, либо почти новую. Вот. А если это две машины, то это, соответственно, примерно 600-700 долларов в месяц, которые уходят на две машины. По поводу налогов. В зависимости от твоей зарплаты налоговая ставка варьируется. В среднем налоги от 25% до 35%. То есть, из 90… ну, если мы говорим, там, круглую сумму. Из 100 тысяч в год, 25… при 100 тысяч в год ты платишь около 30% налогов. То есть, из 100 тысяч в год 30 тысяч выходит только на налоги. Плюс в том, что если у тебя зарплата низкая, и ты можешь… Как здесь работает система налогов? Ты платишь все налоги, а потом в конце года ты заполняешь декларацию, и тебе государство возвращает часть твоих заплаченных налогов. В первый год, когда ты приезжаешь, тебе возвращается очень большая часть, и потом возвращается все меньше и меньше. Обязательные… то есть, еще скрытые налоги, которые есть, это страховки. То есть, кроме страховки на машину, которая выходит примерно 150 долларов на машину сверху в месяц, которая является обязательной. Есть еще страховка на донятия, то есть на стоматолога и страховка на здоровье. Часто страховка стоматолога и здоровья покрываются компанией, но в среднем ты платишь примерно 150 долларов в месяц за обе страховки, и все остальное покрывается компанией. То есть, если просуммировать, то ты платишь примерно 2500 в год за жилье, ты платишь примерно 2500 в месяц за жилье, ты платишь 600 долларов в месяц за две машины, ты платишь еще 300 долларов в месяц за две страховки на машины, и еще 150 долларов в месяц за медицинскую страховку. То есть, это то, что получаются траты, которые ты просто тратишь каждый месяц, вот просто тратишь. У тебя есть две машины, квартира, и ты не живешь. Все, что у тебя остается, ты сохраняешь. Каким образом здесь сохранять деньги? Здесь нет как таковой пенсии. Система накопления в Штатах называется 401k. Фактически смысл этой системы заключается в том, что ты можешь… У разных компаний есть разные бенефиты. К примеру, когда ты автоматически договариваешься со своим работодателем, какой процент с твоей зарплаты каждый месяц будет уходить к тебе на счет. То есть, это твой отдельный счет. Ты открываешь в одном из банков на свой выбор, и с твоей зарплаты на твой счет капает определенный процент денег. С этих денег, которые капают, некоторые компании, нормальные компании, они еще добавляют в среднем 10% от себя. Эти деньги, которые ты перечисляешь на свой счет 401k, ты не платишь налоги, то есть они отправляются до налогов. То же самое связано с медицинским страхованием. Все оплаты, которые ты платишь по медицинскому страхованию, идут до налогов. То есть, получается, каждый месяц ты можешь до налогов, то есть до тех 30% положить любую сумму на свой счет 401k. С этого счета ты не можешь просто так снять деньги, но он навсечивается в твой счет. То есть, это немного отличается от того, как происходит в Украине, когда ты отдаешь эти деньги государству. Здесь ты эти деньги сложишь себе на счет. В любой момент ты можешь снять эти деньги со счета, но минус в том, что если ты снимаешь их со счета до пенсии, до определенного возраста, то ты обязан заплатить все те налоги, которые ты должен был заплатить, если бы ты эти деньги не ложил на счет 401k. По поводу, эти деньги не просто так лежат на счету, ты с них получаешь около 6% годовых. По рамкам Украины это звучит довольно-таки смешно, 6%. Но здесь отличается, то есть, здесь нет такого, что окей, я положу деньги на счет, я буду получать 15% в год или 20% в год. Здесь довольно-таки пациентная ставка на получение с обычного счета 1%, 0,5%. То есть, это что-то очень-очень маленькое. То есть, смысл не в том, чтобы зарабатывать деньги, когда они лежат в банке. Там есть различные компании, различные варианты, я расскажу вам позже. Но смысл в том, что они просто лежат в банке и с ними все в порядке, нет никакой девальвации или нет никаких крэшей в банках и так далее. Вот, есть возможность, используя свои деньги, ты можешь торговать на бирже. Есть стандартные пакеты, которые предлагают банки, что ты можешь, допустим, вкладывать, например, 2000 или 1000 долларов каждый месяц. И практически с высокопроцентным соотношением получать еще сверху 10% или 15%, но это уже отдельное, то, чем нужно заниматься. Раз мы заговорили про банки, давайте поговорим про кредиты, кредитные карточки и так далее. Вот мы приезжаем в Штаты и что мы в первую очередь делаем? Мы идем в банк и говорим, я хочу открыть счет. Вам говорят, а дайте нам свой номер социального страхования. Это то же самое, что примерно ИНН в Украине. И ты такой, alright, чтобы получить номер социального страхования, ты идешь к специально обученным людям, где тебе в течение нескольких недель делают номер социального страхования. Без номера социального страхования это то, что ты должен в первую очередь сделать, когда переезжаешь в США. Без номера социального страхования ты никто. Ты не можешь платить налоги, ты не можешь открыть какой-то счет. Ты можешь открыть счет в банке, но ты не можешь получить кредитные карточки. То есть там очень-очень много ограничений, связанных с номером социального страхования, и это нужно сделать в первую очередь. В США есть такая система, называется кредитная история. На английском это credit score. Кредитная история это чем больше у тебя есть кредитов, и ты стабильно их выплачиваешь, тем выше у тебя, как сказать, тем выше твоя кредитоспособность. И тем больше у тебя есть кредитных карточек, с которыми ты можешь получать различные бенефиты, и тем легче тебе дают дальнейшие кредиты. К примеру, что в среднем процентная ставка на кредит на машину здесь составляет 1,5% в год. Если ты только приезжаешь, и у тебя нет никакой кредитной истории, то тебе дают 10% в год процентную ставку. Когда ты получаешь хоть какую-либо кредитную историю, ты можешь рефинансировать свой кредит и уменьшить процентную ставку с 10% до 1,5% без каких-то либо проблем. То есть ты получил свой ССМ через 2 недели, приходишь в банк, открываешь счет и говоришь, я хочу сделать кредитную карточку. А тебе говорят, у тебя нет кредитной истории, чтобы сделать кредитную карточку. А ты говоришь, окей, а как мне сделать кредитную историю? Тебе говорят, тебе нужно иметь некоторое количество кредитов и некоторое время по ним платить, чтобы сделать кредитную историю. То есть тебе нужны кредитные карточки Которые ты можешь стабильно погашать, чтобы сделать кредитную историю А чтобы взять кредитные карточки, тебе нужна кредитная история И для этого это, с одной стороны, тупиковая ситуация С другой стороны, все понимают про эту тупиковую ситуацию И есть такая штука, называется security credit card Когда у тебя нет кредитной истории, то ты можешь получить кредитную карточку И дав некий залог, например, кредитная карточка на 1000 долларов И ты даешь залог со своего счета 1000 долларов, который ты отдаешь банк И ты можешь пользоваться этой кредитной карточкой Это называется security credit card При помощи этой кредитной карточки ты какое-то время можешь сделать себе кредитную историю Например, в течение полугода И после этого ты можешь вернуть security credit card Тебе вернется твой залог И ты можешь открывать даже обычные кредитки Для тех, кто думает постоянно оставаться и покупать жилье Чем выше у тебя кредит скоро, тем меньше процентная ставка на жилье, которое ты получаешь И основной смысл, как это сделать Ты имеешь... то есть ты выплачиваешь на протяжении... То есть есть брать кредит или не брать кредит Учитывая процентную ставку на кредит примерно 1,5-2% в год Если мы берем кредит на машину, то есть ты можешь просто прийти и купить машину Это никак не скажется на твоей кредитной истории Но ты можешь взять машину в кредит И в этом случае ты будешь выплачивать 4 года кредит Что положительно повлияет на твою кредитную историю Она сильно выстрелит вверх И спустя 4 года у тебя будет настолько высокий кредит скор Что ты можешь под низкие проценты взять, допустим, кредит на жилье И кредиты, которые мы говорим здесь И кредиты, которые находятся в Украине, немножко разные Потому что процентные ставки разные То есть здесь 1,5-2% это нормально То есть в среднем нормально Можно получить 0,9% кредита, если у тебя есть хороший кредит скор Вот Итак, мы приезжаем в Штаты Первым делом что делаем? Мы получаем social security number Мы идем в банк, получаем security credit card Через какое-то время мы ее улучшаем до обычной карты Возвращаем свои деньги, свой депозит обратно И если мы по визе находимся по H1B То жена может или муж Может через какое-то пойти учиться в университет Или в колледж Изменить визу с H4 на F1 И тоже иметь возможность работать По визе супруг может работать всегда Еще есть некоторые штуки, про которые не все знают Вот мы, как бы, многие айтишники говорят на английском языке Достаточно нормально, а их супруги не так Но все равно, когда мы приезжаем сюда Мы понимаем, что несмотря на то, что мы говорим нормально Этого уровня нормально недостаточно И хочется влиться в следу, хочется общаться с людьми и так далее Государство это предусмотрело И есть ESL классы ESL расшифровывается как English as a second language То есть английский как второй язык Это бесплатные курсы от государства На которые может пойти любой приезжий Который находится постоянным резидентом Те, кто приезжает по L1 визе, H1B визе Они являются постоянными резидентами И они могут свободно идти на ESL классы Если в классы ты, там, разное время, разные уровни Ты просто приходишь и бесплатно учишься английскому Вместе с другими людьми Если ты приезжаешь по туристической визе Там B1, B2 или что-то с этим связано Ты можешь прийти И если ты не имеешь никакого желания эмигрировать в США Ты можешь, находясь в бизнес-трипе или еще где-то в США Ты можешь пойти на ESL классы и бесплатно поучиться английскому языку Но если ты имеешь планы эмигрировать в США То вообще это нереально То есть когда будут делать процесс Green Card Есть случаи в том, что узнают, что делают запрос в ESL классы Что ты учился, находясь по туристической визе в ESL классы И отказывают в визе То есть если ты постоянный резидент по L1, H1B визе или F1 Ты можешь пойти учиться бесплатно Либо твой супруг-супруг английскому языку в ESL классы Если у тебя бизнес-туризм Который ты приезжаешь на несколько месяцев То ты можешь, но не совсем легально Но как бы ты можешь разделать Это общий смысл о ценах на жизнь в США У кого-то есть какие-то вопросы? Что-то было бы интересно спросить, узнать, рассказать Я вас слышу, но, откровенно говоря, очень плохо То есть звук с некоторой периодичностью пропадает Сейчас, секунду Давайте я буду писать в Skype, да? Вот так вот отлично тебя слышно Великолепно Когда я буду транслировать громко Ребята спрашивают, в каком городе ты живешь И какой средний чек? На продукт На продукт Окей Я живу в Кэмпбелле Кэмпбелл это примерно В общем мне 15 минут ехать на машине до даунтауна Сан-Хосе От Сан-Хосе ехать примерно 40 минут 45 минут в Сан-Франциско То есть я живу в долине, в южной части долины Средний чек продукты То есть есть продукты, это интересная, кстати, тема Вообще отличный вопрос Есть несколько вариантов, как можно ходить за продуктами Можно просто прийти в любой магазин и купить продукты То есть у тебя выходит, допустим, на неделю чек там 400 долларов Либо ты можешь поехать в определенный магазин То есть, к примеру, окей, я знаю, что в этом магазине стоит покупать мясо и овощи А в этом магазине хорошо покупать бытовую химию Ну, к примеру И таким образом, ну это все получается с некоторым опытом Таким образом ты получаешь Таким образом ты получаешь практически в два раза дешевле Есть такая сеть магазинов, она очень популярная в долине Есть в других штатах тоже Называется Костка Ты платишь около 80 долларов в год За то, что ты можешь там покупать продукты и вещи И в среднем получается То есть живем я, моя жена и ребенок У нас получается примерно 300 долларов в неделю чек на еду То есть, ну, как бы ни в чем себе не отказывая Ничем себе не ограничивая По поводу следующего вопроса по Техасу У меня есть знакомые в Техасе Они живут в Остине Город неплохой Несмотря на то, что там ходят мужчины с пистолетами Там разрешено открытое ношение оружия И вообще выглядит все очень брутально То есть идет такой ковбой реально в шляпе И на боку висит ковбура с револьвером И не хочется с ним там, ну, как бы Если он тебе что-то говорит, делать Ты говоришь, хорошо, сэр, и пойдешь То есть там достаточно неплохо Единственное, что IT там развито Но в целом там не очень Как сказать? Там не сильно Если ты любишь общение Если ты любишь какие-то тусовки Или еще и прочее То там делать нечего Если тебе по душе такая спокойная Размеренная жизнь Размеренная жизнь То Остин и Техас в целом хорошее место То же самое связано с долиной Если ты живешь не в Сан-Франциско То это спокойная, размеренная Ну, это более намного, конечно, активно, чем в Техасе Потому что здесь как бы везде Здесь Google, здесь Facebook Здесь Netflix и так далее Здесь LinkedIn То есть намного больше тусовок И там больше встреч Но каких-то типа Активной ночной жизни Активная ночная жизнь Это в основном в Сити То есть это в Сан-Франциско В осени активной ночной жизни Очень мало И вот что-то среднее между Ну вот это примерно уровня долины Чуть-чуть меньше Чуть-чуть как бы все так тише, спокойнее Еще вопросы? Смотри, ты говорил, что кредитная история у тебя получится в лучшем случае через полгода Но при этом ты говорил, что машину надо брать в кредит И она как бы обязательна Как ты в этой ситуации? Да Если ты живешь не в Сан-Франциско Машина обязательно Если тебе нужно взять в кредит То есть ты первым делом То есть когда ты приезжаешь У тебя есть два выбора Либо ты можешь сразу купить какую-нибудь бушную машину Там за несколько тысяч Что имеет смысл Но непонятно То есть либо ты можешь взять Допустим на неделю-две Машину На прокат Ты можешь ей пользоваться За эти две недели Ты неделю-две Ты получаешь номер социального страхования И с номером социального страхования Ты открываешь банковский счет Если ты айтишник То в очень многих компаниях Которые продают машины Есть особый Можно сказать Как бы Особый раздел для айтишников Когда ты предоставляешь справку с работы И работодатель может выдать официальное письмо О твоей зарплате И тогда даже без Даже не имея кредитной истории Тебе выдадут достаточно неплохой кредит Либо ты можешь не заморачиваться с этим Ты можешь прийти Взять кредит на какие-нибудь там 15% в год И через 6 месяцев 8 месяцев После того, как ты сделаешь кредитную историю Ты просто приходишь и перефинансируешь Со своих 15% до 1,9% Повтори, пожалуйста, еще раз В скайпе Так Сложно ли вырваться обратно? Удалось ли кому-то вернуться в Украину? Есть несколько историй Первая история В прошлом году я приехал в Одессу Но И я почувствовал себя очень дискомфортно Из-за того, что машину в Одессе я продал Я приехал летом и было очень жарко И У меня Я вынужден был снимать квартиру А летом снимать квартиру в Одессе Ну Во-первых, не очень дешево А во-вторых, все уже занято Множеством туристов И Я почувствовал не очень комфортно Я был безумно рад видеть своих друзей Мы ушли Вот была Я приехал как раз на Одессу Джесс Мы прекрасно потусили Мы там Это было Просто отлично было Но с точки зрения жизни Из-за того, что Из-за отсутствия машины и прочее Я очень хотел обратно Потому что здесь Намного Когда У тебя основной дом находится в другом месте То Намного Более Комфортно По поводу вернуться обратно Есть несколько историй Давайте Чтобы не Слишком Затягивать Одна история У меня есть знакомые Которые Находясь по L1 визе Они Не выдержали Находиться Здесь То есть Когда ты переезжаешь сюда По L1 визе Ты должен отчетливо Отдавать себе отчет Что ты переезжаешь в рабство То есть Ты Ты Приплыл Пригреб В Штаты И ты должен еще 4 года грести То есть Твой Если ты один Это нам Конечно намного проще Если ты с женой Или С мужем То Твой супруг или супруга Либо должна отдавать себе Отчет о том Что Эти 4 года Будут ограничены То есть Ты не можешь себе Просто позволить Окей Типа Я хочу пойти в любой бар И потусить Потому что Это уже не так просто Либо Твой супруг или супруга Должны Идти работать Если Находясь в Украине Это Часто И ты переезжаешь Уже работая В Штаты А твой супруг или супруга Должен найти место И А если Допустим Супруг или супруга Работали Где-нибудь Там В банке А теперь Нужно идти работать В Старбакс Наливать кофе Не все на это готовы И Вот Эти мои знакомые Они Видимо Не выдержали Этого момента И они вернулись Обратно в Киев Говорят Что им нравится Все хорошо То есть Это просто Немножко разница В том Что здесь Ты Я не говорю Что ты выживаешь Но ты Живешь так Чтобы То есть Ты понимаешь Что 4 года Ты жертвуешь Некоторой зоной Комфорта На 4 года Чтобы потом Стать уже Полноценным Гражданином Штатов И Иметь Все бенефиты Либо Ты не готов Идти на эти жертвы Не готов 4 года Это не Не те жертвы Что ты не можешь Ты ешь одну гречку Но ты допустим Окей Ты должен знать Что Вот у меня есть эти кредитки Я поеду с этими кредитками Вот В этот магазин И там будет В 2 раза дешевле мясо А с этих кредиток У меня там 5% кэшбэк В этом магазине Ну к примеру Ты должен Постепенно эти вещи учить И если ты Готов Посвящать А тому время То есть Готов Разобраться Где Покупать лучше Где покупать Дешевле То ты Не испытываешь Никакого дискомфорта У меня есть друзья Которые находятся По L1 Визе Они работают Некоторые в EPUM Некоторые в Global Logic И Они Ездят Кататься Зимой на лыжах Они ездили в Лас-Вегас У них двое детей И Другие Тоже живутся Полностью Комфортно Но ты должен Готов То есть Нужно иметь готовность Разбираться Где что покупать И как лучше тратить И как лучше сохранять деньги Если ты готов этим заниматься То даже на L1 Визе Ты можешь жить В зоне комфорта Но не до такой степени Ты не можешь жить Настолько Роскошно Это не то слово Но что-то Настолько вольготно Как ты живешь На зарплату айтишников В Украине Так Юля Ага Техас Да Основные ресурсы Для поиска работодателя Который может переехать в Штаты Окей Ну вообще Самый простой Есть Indeed Есть LinkedIn И очень многие Компании Предоставляют Там Они пишут В вакансии Либо ты можешь сразу Общаться с рекрутером Есть еще Relocate.me Но они по-моему Только работают по Европе Они пишут Что Visa-спонсор Да Или Visa-спонсор Нет Если Visa-спонсор Да То это означает Что они готовы С тобой заниматься И Если Это конференция Для фронтенчиков Я скажу Здесь фронтенчикам Просто вот Работает дофига Здесь в принципе Всем работает дофига Но фронтенчикам Ну Стандартно Когда мне на LinkedIn Приходит Допустим 50 сообщений В день Это абсолютно норм То есть Там несколько сотен сообщений В неделю И здесь просто Все очень сильно Хотят Фронтенчиков Но ты должен Понимать Что Часто Собеседование В Украине Происходит Таким образом Ты приходишь С тобой Окей Ты знаешь Что такое Замыкание Ты знаешь Что такое Баблинг Ивентов А ну-ка Сверстай мне Вот это вот окошко Здесь ты приходишь Тебе говорят Окей Что такое Сбалансированное дерево Вот тебе нужно Вот такой вот Короче Объект И как ты организуешь Поиск Или допустим Тебе говорят Вот у тебя есть Whiteboard И ты должен На нем Вручную Написать код То есть Вот И Нужно быть готовым К тому Что первые вопросы Которые тебя будут Задавать Будут связаны Не с Языком программирования А будут связаны С алгоритмами И Очень часто Сами технические Вопросы Которые говорят Которые связаны С языком программирования Достаточно простые Но Перед тем Как ты сможешь Начать Непосредственно Говорить по поводу Там HTML CSS Java JavaScript И так далее Ты должен быть готов Нормально разобраться И рассказать По поводу Алгоритмов Какие алгоритмы Здесь в основном Покрываются Это алгоритмы поиска Алгоритмы деревьев Это Алгоритмы Сортировок И Иногда еще Бывают Machine Learning Если у тебя есть Узкая Какая-то специализация Как-то так Еще вопрос У меня Сейчас Дочке Пять лет И Когда мы приехали Ей Соответственно Было Три Она Не разговаривала На английском языке Вообще И Здесь Немножко Другая Градация Образования То есть Есть Прискул Прискул То есть Когда она приехала То есть Чем раньше Чем меньше Ребенка То есть Чем меньше Ребенок Тем Легче Это для него Проходит А когда Она приехала Она не разговаривала На английском Музыке Вообще И Мы отдали Ее Несмотря на то Что По приезду То есть Моя жена Не работала Никаким образом Мы отдали И она могла Посидеть с ребенком Но основная цель Была в том Что Ей нужно Как можно Быстрее Интегрироваться В Общество И выучить Английский язык Чтобы Когда уже Начнется Непосредственно Образование Потому что Прискул Это Ну типа Садик Они учат Песенки Они учат Какие-то Базовые ABC И так далее И заняло Примерно Первые два месяца Были ужасные Первые два месяца Когда она Психовала Потому что Она что-то говорит А ее не понимают И это было тяжело Но Примерно Спустя шесть месяцев Она начала Свободно Она начала Свободно Изъясняться Она могла То есть Времена И прочее Она могла С кем-то Просто немного Поговорить Спустя Спустя год Она начала Свободно Общаться И Потом После Прискула Идет Киндергарден Есть еще такая штука Как транзишнл Киндергарден Но я не буду Заморачиваться Есть Киндергарден Это что-то вроде Нулевого класса Это Обязательный Нулевой класс Здесь Как образование Здесь уже Непосредственно Учат И когда Она пошла Спустя Чуть меньше Года В киндергарден Она уже Свободно Общалась С детьми Она свободно Общалась С учителями И То есть У нее как бы Здесь Специальные программы Если ребенок Не говорит на английском языке Учитель с ней Проводит дополнительное время И обучает Английскому языку То есть Этого у нас не было Потому что Спустя примерно Там Восемь месяцев Когда она пошла В киндергарден Она уже Общалась до такой степени Нормально Что не было никаких Необходимости Это делать Как здесь происходит Общее обучение Когда Когда дети Приходят В школу Или в киндергарден То есть Это Общая То есть Общая идея школы Они Примерно Они занимаются На планшетах Есть специальные Программы обучения Которые Там учат Писать Учат читать Учат считать И прочее Это все Общеобразовательные Программы На планшетах Какое-то время Они вместе играют Читают истории Веселятся На какими-то На игровых площадках Потом ребенок Возвращается домой И Есть обязательные В киндергарден Обязательные 15 минут в день Которые ребенок Должен Которые ребенок Должен заниматься На Планшете То есть И Учитель Трекает Его Прогресс Ребенка И Соответственно Если ребенок Занимается Успешно Ребенок Двигается И вперед Если занимается Неуспешно С тем Можно заниматься Дополнительно И так далее То есть Это некая Единая система Образования Которая Шарится По всем Планшетам По всем Классам Среди детей Вот В общем Сейчас Спустя Два года Она То есть Ребенок Пятилетний Свободно Разговаривает Ну и В общем Не имеет Никаких проблем С английским Мозглом Медицинское страхование Здесь Обязательно И Медицинское страхование На самом деле Это очень Такая Глубокая Такая Обширная Тема Я расскажу Основных Две Основных Две Опции Которые Предоставляются Чаще всего Работодателя Страхования Так как Медицинское Страхование Обязательно То И Компания В которой Ты Работаешь Обязана Предоставлять Тебе Оплачивать Свою Часть Страховки В месяц Ты платишь Примерно Сто Двести Долларов До Налогов И В итоге У тебя У тебя Есть У тебя Есть больница Либо сеть Докторов Куда ты можешь Двигаться Куда ты можешь Обращаться Есть Вот меня уже Юля говорит Что время заканчивается В двух словах Есть Система HMO И HSA HSA Расшифровывается Как Health Saving Account То есть Каждый месяц С твоего счета До налогов То есть Не включая Те 35% 30% Которые ты Платишь Ты Перечисляешь Допустим 200 долларов На свой счет И это Твой личный счет Не привязанный К работодателю И когда Ты платишь То есть Работодатель Покрывает 80% Твоих Оплаты По счетам По счетам Медицинского По медицине И когда Тебе нужно Заплатить Что-то еще То есть Те 20% То ты Платишь На свои Специальные Карточки Которые На которые Ты до налогов Перечисляешь Деньги То есть У тебя Ты перечислил 100 долларов На самом деле Ты перечислил 130 долларов Потому что Это меньше 30% Налогов Которые Ты заплатил Это Вариант То есть И когда Ты меняешь Работодателя То эти деньги Остаются за тобой Плюс Если ты болеешь Не каждый месяц То эти деньги Абсолютно У тебя Просто накапливаются И в итоге Ты не тратишь Ничего из кармана Потому что Все деньги Которые ты тратишь На здравоохранение Ты тратишь С тех 30% До налогов Которые Ты Заплатил Иначе Государство Налоги Есть другой Вариант HMO То есть Компания Покрывает 95% Всего Всех Твоих Оплат Но у тебя Нет никакого Твоего Личного Счета Ничего Ты просто Из кармана Платишь 5% Ну то есть Это В общем Грубо говоря Вот Приведу Простой пример Это связано Еще Со стоматологией Здесь стоматология Нереально дорогая Если бы не Страховки И с обычной Амбетициной Вот Я пошел к стоматологу У меня Health saving account То есть Я каждый месяц Плачу И если ты год Не болеешь У тебя на счету Типа Три тысячи долларов К примеру То есть И ты можешь Спокойно себе Позволить Все что угодно Потому что Ты платишь Только с тех Тридцати процентов Которые сверху Ты даже не тратишь Свои деньги Мне бы То есть За Множество Пломб Типа Чисток И прочее Которые мне сделали Всего Шестьсот долларов Из этих Шестьсот долларов Пятьсот долларов Покрылась страховкой И сто долларов Которые я должен заплатить Я заплатил Со своего счета Который С моего Health saving account Вот Это связано И здесь медицина Достаточно Необычная Сори Юля Еще одну минуту И все Будем заканчивать То есть Я просто Наконец-то Могу поговорить На русском языке Неожиданно То есть Ты приходишь И говоришь Типа Чего ты мне не очень А тебе говорят А вроде норм Все иди Ну то есть Если у тебя У нас есть такие Прикольные темы Как Ты приходишь И говоришь Я плохо себя чувствую Тебе назначат Ты сдашь кровь Флюорографию Еще что-нибудь Типа Калмачу Вообще Ты сделаешь Миллион анализов Тебе там Посмотрят Что-то скажут Здесь Если ты приходишь И ты выглядишь Норм И вроде как бы Все по ноге Постукаем Постучат Посмотрят в глаза И скажут Ну окей У меня Дочь Прилетела Из У нее был перелет Из Украины И она плохо себя чувствовала И Ее сильно рвало Мы пришли К доктору Он на нее посмотрел Сказал Попрыгай Она попрыгала Говорит Да вроде все нормально Типа И типа Смысл в том Что это был Не аппендицит Потому что Если аппендицит Ты не можешь попрыгать Но Это выглядело Достаточно Достаточно Забавно И Если что-то Серьезное Тебя будут лечить Если что-то У тебя немного У меня там болит Голова Какая-то слабость С тобой не будут Заморачиваться То есть Это звучит Довольно-таки странно По сравнению с Украиной Но Пока никаких проблем Вроде с этим не было У нас И последний вопрос Последняя штука Юля Сори Вот вообще Самая последняя Которая очень важна 9-1-1 Если ты не умираешь То ты не должен вызывать 9-1-1 А как понять 9-1-1 Ты едешь через 2 минуты То есть 3 минуты максимум То есть Ты звонишь 9-1-1 И в течение 2-3 минут Тебе приезжает Приезжает машина Выгружаются ребята Тебя погружают И еще через Три минуты Ты находишься в больнице Минус в том Что страховая Покрывает вызовы 9-1-1 Любая страховая Только в том случае Если это критический случай И ты не можешь доехать сам Если это не критический случай И ты можешь доехать Либо тебя может Кто-то отвезти туда То страховая Большой шанс Что она не покроет Вызов 9-1-1 И вызов 9-1-1 Стоит примерно В районе 3000 долларов Если тебе плохо То есть Есть истории Когда Чувак сломал руку И другой рукой Поехал В больницу Потому что Ну он типа Может же рулить И потом Ты можешь вызвать Uber Uber здесь очень популярно За 2 доллара Можно доехать В Сан-Франциско За 2 доллара Из одного конца Сан-Франциско В другой В общем Всем спасибо За то что меня послушали Я наконец-то Выговорился Я поговорил Я получил Массовую удовольствие Спасибо Спасибо